ВЗРЫВ Такой грохот утром в пятницу стоял на всю промзону на улице Минской. В этот момент заместитель главы города Алексей Михайлов с подрядчиком и представителем управления благоустройства в стороне контролировали, как уничтожается чужое имущество. Вы ломаете в нарушении мероприятия? Вы это понимаете, да? Я ничего не ломаю. А присутствует при выполнении постановления? По вашему за указание? Нет. И по вашему? О том, что огромную территорию должны вернуть обратно в собственность города, арендатор участка Дмитрий Хитров и его юридическая служба знали еще 4 года назад. Я думаю, что здесь заинтересованы третьи лица. Ну, потому что участок стал ликвидным. В тот момент, когда я его приобретал, у меня есть видеофотофиксация, он имел абсолютно непрезентабельный вид, от слова совсем. Для его приведения в надлежащее состояние мне понадобилось около года. По словам бизнесмена, спор с Ивановской администрацией длился несколько лет. Первое письменное предупреждение о добровольном освобождении участка власти города направили предпринимателю в конце 19-го года. Второе – в марте, два года назад. Однако до вчерашнего дня предприятие продолжало работать. В данный момент все постановления администрации обжаловываются судом. Но вопреки всем нормам права, сотрудники администрации приняли решение произвести самовольный демонтаж забора и капитальных строений, находящихся на этом участке. В это ликвидное место раньше свозили отходы со всего города. Когда-то тут был мусорный полигон. Последние пять лет базировалось частное предприятие «Ивановский щебень». Оно занималось рецинглингом твердых бытовых отходов, перерабатывало в бывший в употреблении бетон и лом, превращало строительный мусор в многофракционный щебень. При содействии органов власти в виде сотрудников внутренних дел происходил варварский демонтаж забора и капитального сооружения, находящегося на участке. Аккуратно, вот нельзя было снег, просто жалко ведь хорошие заборы. Нет, уже было никак, потому что владелец не хотел добровольно освобождать. Как выяснилось, по стечении срока договор с администрацией был аннулирован. Но без боя бизнесмен не сдавался. Он подал в суд на мэрию, продолжая пользоваться спорным земельным участком. По словам Дмитрия Хитрова, пролонгировать договор аренды чиновники согласились с условием проведения аукциона. Впрочем, цена вопроса бизнесмена не устроила. Стоимость его участка подросла в 10 раз до 3 миллионов рублей в год. В итоге пришел час расплаты. На арендуемую землю частного предприятия с грохотом въехала тяжелая техника при полицейском подкреплении. Это вопиющий беспредел. В силу того, что все решения находятся в суде. И по законодательству, по-нашему, пока идут споры в суде, никаких действий производить нельзя. Оказалось, можно. Бизнесмен решил обороняться, но не в кулачном бою. Дмитрий Хитров сел за руль тяжелой техники. Пытался хоть как-то сохранить свое имущество. События развивались молниеносно. Под тяжелую руку бульдозера попал полицейский. Произошла ситуация, что подрядная организация стала сносить вагончик, а владелец вагончиков трактором наехал на сотрудника полиции. Я поднял ковш, он прислонился к ковшу. Чуть обцарапался. На место происшествия были вызваны дополнительный наряд полиции и сотрудники ГИБДД. Началось разбирательство. Сам бизнесмен сейчас находится в легком шоке. От себя, говорит, такого не ожидал. Обидно за родное предприятие, в которое вложил миллионы и шесть лет жизни. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания БАРС.